Хорошо хоть, что она в России умерла Хорошо хоть, что она в России умерла Твердый знак рассказывает подробности жалобы жертв советских репрессий в Конституционный суд 9. Газета «Коммерсант» номер 192 от 21 октября 2019 года, СТР 5. Завтра Конституционный суд РФ приступит к рассмотрению жалобы трех москвичек, родившихся в ссылке во время советских репрессий Дело касается системной проблемы в российском законодательстве Юристы утверждают, что репрессированные не могут получить гарантированную государством компенсацию бесплатное жилье в том городе, где их семьи жили до ареста Жалобу поддержал президентский совет по правам человека, призвав решить этот вопрос как можно скорее Твердый знак рассказывает историю одной из заявительниц ИСКО 71-го летней Елизаветы Михайловой и ее старшей сестры Ленины, которая так и не дождалась компенсации от государства Не поселок, не деревня, а черт знает что такое разъезд Железнодорожный полустанок Золотковский во Владимирской области, вокруг которого сто лет назад выросли пять-шесть улочек с названиями, словно взятыми с водочных этикеток советская, пролетарская и так далее На самой дальней улице, уже рядом с лесом, стоит домик из почерневших от времени бревен У него два входа и необычная крыша, одна половина зеленая, другая красная Комнаты в доме разделены глухой стеной, и каждая считается отдельной квартирой Под зеленой частью крыши живут три женщины 71-летней Елизавета Михайлова и ее дочери Нина и Владислава Стол, стулья, диван, шкафы с книжками, старенький компьютер, печка, отгороженная занавеской уборная 43 квадратных метра жизни Очень стыдно вас в такой тесноте принимать, переживает Елизавета Семеновна, пока Нина хлопочет у стола, но ничего не поделаешь Когда мы эту комнату купили в восьмом году, еще хуже было Пол проваливался, крыша падала, печку сами клали Вы сядьте и поешьте, не стесняйтесь, Нина специально готовила Она с гордостью смотрит на дочь, ни нуля у меня все может, ни дня без дела не сидела Здесь тоже все чинила, и фундамент делала, и заборчик ставила У соседей девять коз были, они в нашу половину лезли, вот мы и решили озабориться Как Конституционный суд попросили ускорить возвращение из сталинских ссылок Боюсь очень коз, признается Нина, они рогатые такие, эстерашенные Люди еще страшнее бывают, замечает Елизавета Семеновна Самая ценная вещь в доме большая картонная коробка из-под телевизора В ней хранится семейный архив Михайловых, документы, письма, грамоты, открытки, газетные вырезки и фотографии Войны, революции, ссылки, иммиграции мы его сберегли и везде возили с собой Вся наша жизнь в нем, торжественно говорит Нина Это доказательство, что мы существуем, кивает Елизавета Семеновна Она достает из коробки толстую пачку черно-белых фотографий советские в перемешку с дореволюционными и задумчиво перебирает их Это мама с папой в 36-м Видите, какие они подавленные Мамочка мне говорила, нам тогда было очень страшно Знакомые начали пропадать, мы понимали, что нас тоже могут посадить Но отгоняли эти мысли, мы же ничего плохого не сделали Фото, Дмитрий Лебедев, коммерсант, уходи отсюда ради детей Семен Васильевич Михайлов родился в 1904 году в Санкт-Петербурге, в семье типографского мастера После революции родители отправили его подальше от небезопасной столицы В Симферополь Там он закончил пединститут, женился на однокурснице Антонине Шемянской, тоже из осевших в Крыму петербуржцев Родилась дочь, которую в духе времени назвали Лениной Семен Михайлов вступил в партию, начал работать в Кош-синдикате Быстро сделал карьеру в 1931 году и его перевели в Москву Там молодой семье выделили жилье на станции Вишники, сейчас восточный округ Москвы Антонина нашла работу, как-то связанную с профсоюзами Семен получил второе высшее в химико-технологическом институте, теперь РХТУМ Менделеева, его пригласили работать на химический завод Папа был прямой человек, очень честный Поэтому ему предложили большую должность, поставили начальником отдела кадров Говорит Елизавета Семеновна, он с любым человеком мог найти общий язык, но при этом был очень требовательный Не трепел варюк и лентяев, это все знали и ценили Хотя, может, именно это его и погубило слишком заметный был Вот и взяли на карандаш Она показывает другую фотокарточку улыбающейся мужчины в белом костюме Папочка у нас, конечно, был шикарный, вздыхает она, глядя на снимок Папочка у нас красавец был В 1933 году родилась вторая дочь, Лидия А через два года Семена направили в Азербайджан, налаживать химическую промышленность Фото, Дмитрий Лебедев, коммерсант Семен найдется позже в Магадане Особое совещание при НКВД приговорило его к восьми годам лагерей Антонина осталась одна с детьми, но как-то справлялась, бралась за любую работу Отец и братья присылали денежные переводы Войну она провела в Москве, в эвакуацию их не брали Младшая дочь погибла во время одного из авианалетов Бумаги о смерти Лиды тоже бережно хранятся в картонной коробке Доказательство, что она существовала, повторяет Елизавета Семеновна Папочка выжил в лагерях, отсидел весь срок и освободился в 1946 году Но это, конечно, не было настоящей свободой Ему ведь всучили волчий билет, так что до мой путь был заказан Где-то она у нас хранится, справка эта дурная про 101-й километр А можете показать? Никогда ее не видел И слава Богу, что вам не пришлось ее увидеть Фото, Дмитрий Лебедев, коммерсант для нашей семьи Это был смертный приговор Несмотря на запрет, в 1947 году Семен добирается до Вишняков Всякими нелегальными путями он с мамой умудрялся встречаться Улыбается Елизавета Семеновна И вот так появилась я Беременная Антонина решается уехать из Москвы хоть куда Лишь бы открыто жить вместе с мужем Ее отец спас из занятого немцами Крыма Добрался до Молдавии и остался там Решено Антонина и Семен едут к нему Но на Кишинев тоже распространялись ограничения 101-го километра Поэтому жить стали в крохотном городке Аргеве Семен нашел работу на кирпичном заводе В январе 1948 года родилась Лиза Первое время жили в полной нищете В хибарке с земляным полом Говорит Елизавета Семеновна Но главное, что они с папой были вместе Только очень уж недолго В 1948 году начались аресты Повторников стали забирать тех, кто отсидел и смог вернуться из лагерей Семена нашли даже в Аргеве Весной 1949 года особое совещание Теперь уже при МГБ Выслало его в Красноярский край на 25 лет И для нашей семьи это был смертный приговор Мама к нему же не поехала Мы с Лениной постоянно болели В Сибири просто не выжили бы Говорит Елизавета Семеновна Поэтому родители были уверены Что расстались навсегда Мама не стала никого искать Папочка у нее так и остался единственным за всю жизнь А папа Папа в ссылке сошелся с женщиной Она совсем простая была Без образования Попивала даже Но ему такой большой срок дали Что одному не выдержать Ребенок у них родился Но по письмам видно он всегда любил маму В коробке архиве хранится такое лагерное письмо Желтый листок бумаги Мелко-мелко исписанный карандашом С годами графит осыпался Но начало можно прочитать Ниночка, родной мой, славный друг Спасибо тебе за хорошие отметки Ляли Я ее представляю перед собой И дальше совсем неразборчиво КС принял к рассмотрению Жалобы на закон о реабилитации Жертв политических репрессий В 1953 году умер Сталин И повторников неожиданно начали выпускать из лагерей Вместо 25 лет Семен отсидел 5 И в 1954 году приехал в Молдавию Мне 8 лет было Я про папу ничего особенного И не думала знала Что у остальных есть папы А у меня только мама Вспоминает Елизавета Михайлова И вот однажды прибегают ребята Говорят Иди Тебя папа ждет Я идти не хотела Какой еще папа У меня нет никакого папы Я даже не знала Как к нему подойти Как с ним разговаривать Но остаться в Молдавии Семен не мог Изо второй семьи С совсем маленьким ребенком Разводиться не стали Он просто уехал Продолжал переписываться С женой и дочками Иногда приезжал повидаться Я его любила Но очень сильно на него сердилась Конечно Качает головой Елизавета Семеновна А вот мама его не упрекала ни в чем Она считала Что он и так слишком много пережил Родители нас берегли Почти не рассказывали про ужасы С которыми папа столкнулся в лагерях Но мама все знала Ваш папа ни в чем не виноват Семен Михайлов умер в 1974 году При жизни он успел добиться реабилитации По первому аресту Но для нас ничего не изменилось На учебе На работе постоянно припоминали Что мы дети врага народа Говорит Елизавета Семеновна Вы бы только знали Сколько мы таких оскорблений наслушались Семья продолжала жить в Молдавии Ленина стала химиком Елизавета выучилась на врача Много лет работала с мужем на БАМе Потом вернулась в Кишинев Родила двух дочерей и сына Но сестры всю жизнь мечтали вернуться в Россию Во-первых, потому что мы русские И там наш дом Объясняет Елизавета Семеновна Во-вторых, потому что тяжело быть русским в Молдавии Что в советские времена Что сейчас Даже если знаешь язык Все равно на тебя косо смотрит Все поблато решается Очень сложно Если ты не той национальности Но ехать было некуда Родных в России не было А после распада СССР Семья осталась с молдавским гражданством А потом в 1990 году Меня по работе направили в Москву Я шла по Лубянке Увидела то здание Вспомнила мамин рассказ И решила зайти Так и сказала Времена сейчас другие Поэтому скажите мне Наконец В чем был папа виноват Почему мы всю жизнь так мучаемся И мне Как и маме Повезло Сотрудник все внимательно выслушал Записал данные И пошел разбираться Вспоминает женщина А когда вернулся Сказал Ваш папа ни в чем не виноват Делайте справки о реабилитации Скоро выйдет специальный закон Тогда вы получите право на квартиру в Москве И сможете вернуться Я приехала Маме рассказала Она так радовалась Так надеялась Закон о реабилитации жертв политических репрессий О котором Елизавете Михайловой рассказали на Лубянке Был принят в 1991 году В нем действительно говорится О праве граждан на компенсацию Бесплатном жилье в том городе Где они жили на момент ареста Но возвращение в Москву затянулось на десятилетия Сначала надо было получить справки О реабилитации для всей семьи Причем некоторые в трех странах России Молдавии и даже Азербайджане Где в 1937 году арестовали Семена Михайлова Потом умерла Антонина А российское государство поначалу Не признавало жертвами репрессию детей Родившихся в ссылке Только в 1995 году Конституционный суд вынес решение Что дети ГУЛАГа тоже считаются репрессированными И имеют право на компенсации В 2001 году Сестры получили справки о реабилитации в России В 2007 году приняли российское гражданство Никаких трудностей не возникло Я пришла в консульство Показала справку о том Кто был мой попой И мне очень быстро выдали паспорт До сих пор радуется Елизавета Семеновна После этого они переехали из Кишинева в Россию Скопленных за всю жизнь денег им хватило На комнату в разваленном деревенском доме Зато на родине Наконец-то Мы специально искали такое место Чтобы и по деньгам хватило И удобно было ездить в Москву Заниматься получением компенсации Объясняет Нина От разъезда Золотковского до Москвы 300 километров А на электричках можно добраться только с пересадками Сажусь в 7 утра Приезжаю в 3 часа дня Говорит Елизавета Семеновна Утомительно Конечно Особенно когда в суд едешь Фото Дмитрий Лебедев Коммерсант Воспользоваться этим правом никто не может Делом Елизаветы Михайлова Едвух других семей репрессированных Занялись юристы Института права и публичной политики АйП Эта организация специализируется на выявлении системных проблем В российском законодательстве Даже Конституционный суд РФ Обращается к юристам Института за экспертными заключениями Мы ведь тоже думали Что сталинские репрессии остались далеко в прошлом Говорит твердый знак руководитель судебной практики Иб Григорий Вайпан Государство признало свою вину Граждане реабилитированы Все закончилось Но когда мы взялись за это дело То с удивлением обнаружили и есть люди Для которых советские репрессии продолжаются до сих пор И это не фигура речи В 2019 году Граждане России вынуждены жить в ссылке Потому что много лет назад Государство беззаконно отняло дому их родителей Закон о реабилитации жертв политических репрессий Все еще гарантирует детям ГУЛАГа Право на бесплатное жилье в том городе Где жили их родители до ареста Но в 2005 году Госдума приняла важную поправку Теперь реабилитированные граждане Обеспечиваются Жилыми помещениями в порядке Предусмотренным законодательством Субъектов РФ И после этого практически все российские регионы Выставили совершенно невыполнимые условия Возмущается господин Вайпан Конституционный суд Во многих решениях Разъясняет права человека Должны быть реально действующими А не иллюзорными И мы видим Что право вернуться домой Иллюзорно Говорит юрист Это право есть Оно гарантировано законом Его никто не отрицает Но оно обставлено таким количеством Разных барьеров и препятствий Что воспользоваться этим правом Никто не может Самые жесткие ограничения Действуют в Москве Чтобы получить право На жилищную компенсацию Жертвы репрессий Должны прожить в столице 10 лет При этом не иметь в собственности Или пользование другого жилья И вдобавок быть малоимущими Закон звучит бессмысленно Но таков закон Григорий Вайпан Даже может объяснить Логику столичных чиновников В каждом регионе Есть законодательство О жилищной поддержке Малоимущих слоев населения Объясняет юрист Если человек в Москве Претендует на социальное жилье Он должен доказать Что минимум 10 лет Живет в этом городе В плохих условиях Что его семье Не хватает квадратных метров И что они никак не могут Купить квартиру Тогда его поставят В очередь на бесплатную квартиру Эти критерии для социальных Льготников были втихаря Перенесены на совершенно другой Контекст компенсацию Жертвам политических репрессий Хотя эти люди Изначально живут в других регионах И эти условия к ним неприменимы Но даже если отменить Региональное ограничение Детям ГУЛАГа Это уже не поможет Продолжает господин Вайпан Реабилитированные лица Все равно должны будут встать В общую очередь На социальное жилье В Москве Например Сейчас выдают жилье тем Кто встал на учет В 1994 году И в последние годы Очередь замедлилась Говорит юрист Мы посчитали Если наших доверительниц Прямо сейчас поставить на учет То они получат жилье Через 33 года Фото Дмитрий Лебедев Коммерсант Всю жизнь она прошла как тень Ленина не дождалась решения суда Она умерла в феврале 2019 года И так тяжело она от нас уходила Она не жаловалась Конечно Но умирала тяжело Вытирает глаза Елизавета Семеновна Так ее жалко Леночку Самая несчастная она Во всей нашей семье Понимаете Она ведь постарше была Когда отца забрали Этот арест так сильно Ее в детстве испугал И страх ее больше не покинул Всю жизнь с папочкиного ареста Она боялась Вы такого не можете себе представить И слава богу Что не можете Она всегда и всех боялась С детства запомнила Надо всегда молчать Доверять можно только семье Всю жизнь она прошла как тень Бедная Сколько раз ее Бедную Ругали за отца С работы увольняли Столько позора она пережила Даже замуж не вышла так Бедная Дественница и ушла Ничего хорошего в жизни не увидела Хорошо хоть В России умерла А похоронили мы ее как Елену Вдруг добавляет Нина Чтобы не раздражать никого Имя ведь такое Не всем понравится Да А еще ее тут отпевать не стали Кивает Елизавета Семеновна Некрещенных Сказал батюшка Нельзя отпевать Мол Надо было ей покреститься Когда была живая А теперь поздно Ну а как она могла покреститься Если она всех боялась Она в бога верила Молилась Но в церковь пойти страшно было Я даже ездила во Владимир к владыке Хотела попросить Чтобы ее все таки отпели В порядке исключения Но в секретариате Мне сказали нет Некрещенных нельзя Только свечки за них ставить можно В итоге заплатили мы одной женщине Читалке Она пришла домой Читала над телом Дом трясется от проезжающей электрички Я обжигаюсь расплескавшимся чаем За окном начинает темнеть Елизавета Семеновна устала Смотрит в эту темноту История одной из заявительниц Исков КС 69-летней Евгении Шашевой Мне, конечно, очень хочется вырваться отсюда Хочется, чтобы наша семья вернулась в Москву Медленно говорит она Тут даже не в квартире дело Хотя в этой развалюшке на опушке Не просто жить Особенно зимой Все время в ремонте То одно сломается То другое И дрова тяжело колоть Когда тебе за 70 Но нас три женщины Мы справляемся и справимся Не это главное Она замолкает Собираясь с мыслями Понимаете Ведь в тюрьму должны отправлять преступников Каких-то плохих людей А туда отправили нашего папочку Хорошего, замечательного человека Конечно, это несправедливо И эта несправедливость Как будто подкосила всю нашу семью И продолжает нас убивать Хотя сколько лет прошло Это просто нечестно Вот и все Ведь мы же достойные люди Во все поколения Во все времена наша семья Я старалась жить правильно Мы не богатые Нет Но у нас есть достоинства Всегда много работали Никогда подлостей Никому не делали За что так с нами поступили Я не понимаю Я все время думаю об этом И не могу понять Вот почему я сужусь Потому что хочется Восстановить справедливость Нина отходит в дальний конец комнаты Елизавета Семеновна Продолжает уже шепотом Эта репрессия нам в одночасье Все разрушила Папочка с мамой Любили друг друга А их поставили в такие условия Что они не смогли быть вместе Они страдали И все их потомки тоже Третье поколение уже страдает Вот и у Нинули до сих пор Нормальной жизни нет И Влада в больницах Постоянно лежит Потому что такая огромная Несправедливость Просто не дает жить Пока ее не исправишь Просто не дает дышать Александр Черных Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!